Смотрю на ютубе, что говорят, что Тойраз закрывается. В общем, говорили, что закроют 200, а сейчас говорят, что закроют 800 магазинов в США. Привет, друзья! В этот прекрасный весенний день, даже по-аляскински, приглашаю вас проехаться вместе с нами в магазин Тойраз, который сейчас закрывается. Все об этом кричат, потому что это очень популярный, знаменитый магазин игрушек, детских вещей. Он появился еще в 1948 году, то есть в этом году ему 70 лет. И все люди просто в шоке, как Тойраз и закрывается. Я, конечно, тоже этому не очень рада, потому что действительно хороший магазин, там можно купить все от А до Я для ребенка любого возраста. И игрушки, и кроватки, и бывают даже хорошие цены. Но мы сейчас еще едем туда, чтобы проверить, может, там хорошие скидки в связи с закрытием. Едем, хочу похвастаться своей сумочкой новой. Вчера купила ее во Фредмайере, потому что сейчас там тоже скидки. Она стоила 60 долларов, она кожаная. Вот, я ее взяла за 13 с мелочью. Я люблю такие сумки, как кошелек, то есть и деньги есть, куда положить, и карточки, и купоны, которых всегда много, телефон. Она много места не занимает. В общем, очень довольна. Вот такой фирмы, Madden Girl. У нас очень ярко светит солнце, поэтому я в очках, чтобы не щуриться. Вот, и хотела бы, пока мы едем, ответить на вопрос, который часто возникает. Спрашивают меня, как я приехала на Аляску. И я не помню, в каком видео я это уже рассказывала, но, думаю, расскажу еще раз. На Аляску я уже приехала для своего сына. Тут нас уже ждал мой муж, потому что после трех лет у него начались сильные судороги. И в Украине мы не могли найти такое вот лекарство, которое было бы безопасно для печени и почек, но в то же время против судорог. Вот, и поэтому мы приехали сюда. И также социальная жизнь ребенка здесь на данный момент намного лучше, поэтому пока мы здесь, то есть для лечения приехала. Вообще, это не первый мой приезд в Америку. Первый раз я приехала в 2011 году по Work and Travel. И в 2012 году родила сына. Потом мы уехали в Украину. Мы были там три с половиной года, да? Три с половиной года. Вот, опять-таки для лечения ребенка мы ехали в Украину. Массажи. Мы делали массажи, бассейны, ну, воют гимнастику. Вообще, занимались так вот ребенком, чтобы он кушал все натуральное с дачи. Я с ним проводила лето на даче. Вот, но пришел момент, когда нам уже, как бы, делать там было нечего с судорогами, и мы вернулись в Америку. Вот такая вот Аляскинская весна. То есть уже, как бы, подтаивает снег. У нас было такое, что плюс три, плюс три. Вчера было минус семь, и выпал снег. Сегодня снова плюсова, и всю неделю будет плюс один, плюс три. Вот, ну, еще огромные сугробы снега, которые будут таять весь апрель. Вот, поэтому, ну, очень-очень солнечно. Кстати, машину сейчас, я не знаю, смотрите, какая чистая машина поехала. Это редкость, вы бы нашу сейчас видели. Вот, просто сейчас ты ее только помоешь, она вот такая вот становится. Ну, потому что все-все тает, грязь, это то, что посыпали дороги. В общем, не очень хорошее. Так еще будет целый месяц. Мы подъехали в Тойрус. Где он там? Я же говорю, очень солнечно, ничего не вижу, что происходит. Что я снимаю? Вошли в этот чудесный магазин. Особо никаких скидок я пока еще не заметила. Все стандартно, как и было раньше. Так, вот видите, здесь даже начинается все с материнства. Можно даже купить сумку, как здесь называют, diaper bag. Так, сумка для подгузников. Но, видите, здесь такие встроенные уже салфетки. Стоит 50 долларов. Я говорю, как-то не особо она со скидкой. 20% подгузников. Так, это для самых-самых маленьких ряды. Посмотрим. Вот эти вот все подушки. Еще во время беременности подушки. Или вот, например, ложить вот с собой, спать в такой вот кроватке. 40 долларов стоит для кормления. Вот, pregnancy support 40 долларов. Такая вот 68,99. Во весь рост подушка. 97, то есть, смотрите. Закрывается магазин, а скидок нет. Может, не закрывается? Вообще, магазин классный. Я его очень люблю. Мы здесь покупали все для Тимки в 2012 году, только в штате Массачусетс. И уже попозже мы не все, конечно, выбрали для Беллы. Очень много мы получили благодаря CPC. Так, а что это у нас? 11,3 килограмма максимум. За Белла уже 9 кило. Ей будет скучно в этом сидеть. Ей нужно больше. Я, если честно, заметила, что вот у нас очень много игрушек детских дома. И ей они не особо нравятся. То есть, она ими поиграет, поиграет. Это кидает ей больше интересные какие-то пакетики, картонки. То есть, такое. Все, что увидит. Ей очень нравится наблюдать, как я готовлю. Как мы делаем стирку. Ей все обязательно нужно потрогать ручками. О, мне же нужен, наверное, рюкзак. Так. Ну, здесь цены опять, как везде всегда, разные. 144, 900, 119, 167, 50. Мне, конечно, очень хочется эрго, потому что говорят, что он самый безопасный для деток. Скажите, кто вообще этим когда-то пользовался, что скажете? Мне это нужно будет просто для прогулок с детьми, пока Беллочка еще не будет ходить, чтобы я могла Тимочку в коляску посадить. Тимочку в коляску посадить и Айбелочку в этот рюкзак и с ними гулять. А то лето уже скоро будет, погода будет чудесная, надо будет больше проводить времени на улице. Тем более, теперь уже можно. Так. Ну, все эти слюнявчики, еда детская. Очень много всего. Всего. Так. Да, ты хочешь это взять? Ты хочешь это взять? Вот эти уже ручки тянутся. Так, это для корситов. О, кстати, я хотела посмотреть. Изабелочка у нас выросла с того кресла для сидения, которое мы брали в СПС. Нужно брать новое кресло для сидения. Наверное, уже такого где-то размера. 370 долларов. Такого 350. 300. А вот начинается рай. Столько вещей. Магазин огромный. Совсем-совсем-совсем. Скидок никаких нет. Ну, там разве что стандартные 50-60%. Ой, вот этого мне не хватало. Если когда-нибудь мы решимся на третьего, без вот этой такой штучки, на третьего не соглашусь. Точнее, я хотела бы Moms for You. Только где он? Считается, что он один из самых лучших. Хотя вот так вот тоже подумать. Дети привыкают с рождения, что у них все есть. Мы же-то как-то плакали. Ничего с нами не происходило. Мы поплакали и все. Так, и коляска новая нужна. Хотя наша коляска складывается. Ее можно делать прогулочной. Она и легкая, и удобная. Но мне хочется, чтобы было 4 колеса. 3 все-таки это не мое. Неудобно. Все время как-то в сторону она мне тянет. Вот коляски такие. 170, 120, 200. Так, и с очки. Он прогулочный вообще за 21 доллар. Так, вот игрушки. Ой, смотрите, какое кресло для малышки. Мини-маус. Даже диванчик. Да. Чего только нет для деток. Так, это я куда-то зашла. Уже для тоддлер. То есть, от одного года. Нам нужны игрушки 6, у 36 месяцев. Таких у нас очень много домов, что мы для Тимочки покупались. Поэтому. Здесь кидаешь, они крутятся. Нужно споймать. Такая у нас дома есть игрушка. Нам очень нравится, кстати, Белли. На диво. Такое у нас похожее есть тоже. Это то, что ей нравится. Руль. Покрутилось же бы что-нибудь. В общем. То, что я хотела узнать. Суперскидок здесь нет. Поэтому мы, наверное, вернемся обратно. В принципе, у нас все есть. Я просто думала, что если тут суперскидки, куплю что-нибудь на будущее. Там уже когда из Абелли будет годик. И Тимурке на 6 лет. Вот. Ну, ничего такого. Тут суперскидок нет. А у нас и игрушек полно. И вещей. Единственное, что нужно. Эрго-рюкзак. Сортит новый. Это я еще узнаю в CPC том же. Может, они нам еще дадут. Ой, кстати. Кстати, я такое хотела. Так хотела. Сколько ты стоишь? 400 долларов. Машинки. Вот эта белая 300. Джипы. Смотрите, какие классные. Кабриолетики маленькие. А, дети тут уже бегают. Примеряют себе. Какую взять. О, машина полицейская. 200 долларов. Смотрите, какая. Тоже 200. BMW i8. Велосипеды. Потому, что это больше, чем это. Велосипеды. Power Wheels. Да. Очень-очень много разных велосипедов. Если вам такое что-то интересное, то скажите мне, я сниму видео. Может, о чем-то конкретном. Магазин просто огромный. Заехали мы в Walmart. Я купила... Я купила мед, который сырой. Он здесь литр почти стоит 8,98. То есть, самая такая недорогая цена, которую мы нашли. Поэтому в Walmart я тоже захожу периодически за медом. Вот, блин, так хочется быть на улице. Нас сегодня, кстати, еще позвали в гости. Поэтому сейчас заедем во Фредмайер и поедем домой. Мне нужно готовить курицу-наркоманку. Так, я зашла во Фредмайер. Смотрите, вот эти вот крупные авокадо и манго. Сейчас опять 2 на 3 доллара. То есть, одна штучка полтора. Самые вкусные помидоры. Murado любимые. Вот эти вот кампари. Вот если черри вот такого размера. Они так... Вот если черри вот такого размера, то кампари вот такого. И они сочные. У них нет этого сердцевины стебля. Сейчас возьму ему. Сейчас возьму на развес себе куркумы для курицы-наркоманки. Рецепт вы можете найти у меня в видео. Я вам скину. Смотрите, я нашла наш мак. Знаете, как он называется? Попписит. Бегу домой уже все готовить. А вот детей, еду. А, вон Мурада машина. Так, готова моя курочка. Сейчас я буду перекладывать. В общем, ребята, попробуйте сделать очень вкусно. Возможно, на Пасху. Почему называется наркоманка? Потому что соус вводится шприцом под кожу. В мышцы. Поэтому грудка не такая сухая кажется. И ножки, и крылышки. Вот, обязательно попробуйте. Тем более куркума, она благотворно влияет на наш организм. В общем, приятного аппетита. А мы уже собираемся. Ну что ж, друзья, мы поехали в гости. Всем всего самого лучшего. До встречи. Пока.